Физкульт привет, друзья и ученики! Не удивляйтесь, название ролика не для хайпа, хотя кому не хочется набрать побольше просмотров на своих видеороликах. Нет, я действительно отдам, точнее отдал бы свой новый Lexus RX 350 F Sport в полной комплектации, который, кстати, стоит 64 тысячи долларов, тому, кто докажет, что у меня в плечах синтол. Для меня, честно говоря, это полный шок. Но мои хейтеры, тролли, как один уверены, и вы видите это в комментариях, что я вгоняю себе в дельты синтол. Хотя, посмотрите, друзья, где, где в этой дельте может быть синтол. Она не настолько огромная, чтобы говорить о применении подобных препаратов. Скажу сразу, вы знаете, что я ничего от вас не скрываю. И досмотрите ролик до конца. И тролли, и хейтеры, и химики, и натуралы всем будет полезно. Я всегда говорю, когда использую фармакологию, когда использовал фармакологию, когда не использую. И вы знаете, что мой стаж тренинга непрерывного более чем 25 лет. И за это время не наберется даже 10%, чтобы я употреблял фармакологию. Да, сейчас мне уже, дай бог, в следующем месяце исполнится 42 года. И я потихонечку начинаю использовать тестостерон. Плюс, когда есть возможность, гормон роста. Но гормон роста я использую только для того, чтобы мои суставы не так сильно болели. А живу я с постоянной болью в плечевом суставе, из-за того, что более 70% ротаторной манжеты плеча разорвано. И тренируюсь, соответственно, тоже через боль. Стараясь, конечно, избегать упражнений, которые вызывают сильнейшую боль. Либо нашел для себя очень хороший способ. Укорачиваю, либо как-то удлиняю в каком-то определенном отрезке движения амплитуду. То есть, нахожу тот участок амплитуды, при которой мне боль либо не так сильно чувствуется, либо ее нет вовсе. Так вот, друзья, хейтеры и тролли. Я действительно отдам вам свой новый Лексус, если вы приедете ко мне во Флориду и тактильно убедитесь, что у меня есть синтол. Если вы не верите своим тактильным ощущениям, то мы с вами сходим к рентгену или даже сделаем МРТ. Но, естественно, за вас счет. Чтобы вы понимали, что МРТ будет стоить около 500 долларов. Если МРТ покажет, что просто невозможно, что у меня есть синтол, либо даже что-то подобное, Лексус ваш. Но платить за все эти мероприятия придется вам. Не забывайте, что Лексус все-таки стоит 64 тысячи долларов. И, кстати, он куплен не в кредит. Что в Америке считается полной глупостью. И несмотря на то, что вам в уши вливает СМИ, пропаганда, в Америке действительно только дурак, либо такой человек, как я, который не имеет хорошей кредитной истории, покупают все все в кредит. Потому что инфляция и тот мизерный кредит, который дает государство, реально позволяет людям в Штатах жить и иметь все. Здесь любой может ездить на самой дорогой тачке, жить в шикарнейшем доме. Естественно, если ты работаешь. Молодежь, кстати, здесь в большом случае, нежели в России, работает на двух, на трех работах. Что меня, кстати, сильно удивило. Есть, конечно, оторвы, которые не работают, только развлекаются, используют различные наркотики, тяжелые или легкие. Но это уже другая категория людей. Я думаю, что мы с вами находимся в той сфере жизнедеятельности и общаемся в тех кругах, в которых в основном люди с здоровой психикой и головой. Итак, друзья, почему я против синтола или подобных веществ? Потому что загоняя в себя подобные вещества, а это по сути свои масла, в организме происходит следующее. Происходит воспаление. И организм создает такую типа капсулу, и это воспаление локализуется в том участке, куда вы колите. В бицепс, в плечи. Лично я считаю, что это не имеет ничего общего с тренингом. Даже те, кто используют фармакологию, им приходится пахать, и чтобы изменить свое тело, пахать серьезно, еще более серьезно, чем, нежели тренируясь в натураху. Просто для того, чтобы сама эта фармакология сработала. Но, к сожалению, как мы знаем, не на всех даже срабатывает фармакология. Были в моей практике люди, друзья, тренирующиеся одинаково по одним и тем же программам, кто использовал фармакологию. Одинаковые дозы, одинаковые препараты. На ком-то срабатывало очень мощно, на ком-то вообще не срабатывало. А у одного парня на 10 таблеток метана просто опустились обе почки. Все это очень индивидуально, и все это действительно русская рулетка. Почему я считаю, что человек не должен скрывать, использует он фармакологию или нет? И почему я считаю, что нужно озвучивать и поднимать темы фармакологии? Все очень просто. Молодежь сейчас очень любознательная. И благодаря интернету, и благодаря тому, что все все знают, они обязательно узнают, если не знают, что все спортсмены, и я сейчас говорю не о бодивилдерах, выступающие на серьезных соревнованиях, а на Олимпиаде так вообще нет ни одного человека, который не использует фармакологию. Ту или иную. Даже шахматисты сидят на определенных фармакологических препаратах. Так вот, друзья, молодежь должна понимать, что у них в крови такое количество анаборических гормонов, которые нужно использовать, и такого больше никогда не будет. До 25 лет вы должны пахать, пахать на силу, чтобы наработать этот силовой фундамент, который в последующем даст вам огромный, огромный рост мышечной массы. Естественно, при грамотном составлении сплита, при грамотном подходе к восстановлению, к питанию, все мы это прекрасно знаем. Почему человек не должен скрывать, что он употребляет фармакологию? Потому что молодой человек, который посмотрит, к примеру, видео того или иного спортсмена, выступающего на серьезных соревнованиях, и возьмет за основу его сплит, его тренировочную программу. Что, естественно, даже при наличии молодости и в крови этого парня гормонов анаболических, это убьет его, это приведет его в сильнейшую перетренированность. И не забывайте, что классический метод качки нужен только после достижения определенных силовых показателей. О чем у меня есть видео отдельно для парней, отдельно для девчонок. Посмотрите, после каких силовых показателей вы можете перейти на программы непосредственно на рост мышц. При этом, естественно, тренируясь в перерадиционном цикле, выполнять и тренировки на силу. Так вот, сейчас я буду раскрывать секреты, о чем, в принципе, всегда говорю в своих статьях, как я накачал такие огромные дельты. В кавычках огромные, потому что лично я считаю, что они являются моей отстающей группой и только сейчас начали как-то немножечко расти. Так вот, друзья, первое, это мой принцип построения силовых тренировок. Силовых тренировок я имею в виду не то, что я делаю там базу или не базу, а именно силового тренинга, работы с железом. В первую очередь, я всегда стараюсь работать со штангой и с гантелями. Как можно меньше работать в тренажерах. В тренажерах я работаю только, когда прокачиваю окислительные мышечные волокна. Иногда промежуточные, если нет напарника серьезного, опытного, который может меня подстраховать. Так вот, первый секрет это периодизация. Естественно, после того, как вы уже достигли определенных силовых показателей, о чем я говорил чуть ниже. Периодизация у меня отличается от любой другой периодизации. Чем, спросите вы? Отвечаю, тем, что на каждую новую тренировку, на ту и ту же мышечную группу, а мы сейчас с вами говорим о дельтах, о плечах, как многие привыкли их называть. Так вот, если я говорю о дельтах, то каждая новая тренировка на дельты у меня носит новый характер нагрузки. И через каждую тренировку я делаю тренировку на окислительные мышечные волокна. Постепенно между окислительными мышечными волокнами я вставляю тренировки на силу, на гипертрофию и на промежуточные мышечные волокна. Каждый из мышечных волокон я тренирую и на силу, и на массу, и на выносливость. То есть, каждая новая тренировка у меня носит совершенно новый характер для моей иммунной системы и, что самое важное, для центральной нервной системы, о чем многие забывают. Когда вы линейно тренируетесь, центральная нервная система угнетается. Хотите вы того или нет? А чтобы полноценно, по максимуму выкладываться каждый раз, и каждая новая тренировка была в удовольствие, и центральная нервная система воспринимала ее как новую, и нужна система периодизации. Даже если вы не верите, или даже если просто убрать в сторону различный тип мышечного волокна, периодизация тренинга нужна. И не циклами, как многие привыкли. Три месяца на массу, два месяца на силу, потом пару месяцев на рельеф. Нет, друзья. На рельеф, кстати, тренироваться нельзя. На рельеф можно только диетить. То есть, правильно подобранный именно под вас план питания. Вот это будет избавление от жировых накоплений. Но ни в коем случае нельзя считать, это полный бред, миф, что, к примеру, 15-20 повторений это на рельеф. Нет, если вы будете продолжать обжираться, есть трэш, то вы будете выглядеть соответственно. Итак, первый секрет мощных дельт для химика и для натурала, это периодизация нагрузки на каждую новую тренировку. Следующее, о чем я всегда говорю, это я всегда начинаю любую тренировку и заканчиваю на задний пучок дельты. Задний пучок дельты и анатомически, и физиологически, и эстетически влияет на то, как выглядит ваша дельта. Чем больше задний пучок, чем он массивнее, чем он сильнее, тем больше потенциал роста у среднего пучка. Да, именно так, друзья. И, кстати, эстетически это выглядит тоже, когда у вас большой задний пучок совершенно по-другому смотрится в любой позиции и средний пучок. Сама дельта приобретает вот этот шарообразный образ. Только задний пучок лимитирует и диктует вам, насколько большими и сильными могут быть ваши дельты. Не забывайте, что дельты это все-таки три разных пучка. И несмотря на то, что они берут начало в одном месте, все три пучка крепятся, заканчиваются они в разных местах. Именно поэтому нам нужно для каждого пучка подбирать свое определенное движение. Да, действительно, можно сказать, что они работают в команде, но это не синхронная команда, не по синхронному плаванию. Это команда больше похожа на футбол, на хоккей. Я думаю, вы понимаете логику, да? Конечно, когда мы тренируем дельту любой из пучков, кровь приливает ко всем пучкам. Но это не значит, что выполняя, к примеру, упражнения на среднюю дельту, нам не нужно работать на другие пучки. Это что касается общих рекомендаций, общих секретов. Лично мой секрет какой? Я сейчас на каждый четвертый день тренирую дельты. То есть, делаю специализацию, как принято говорить в нашем спорте. И стараюсь уменьшить нагрузку на ноги, на спину. Не для того, чтобы сочкануть, а для того, чтобы дать больше потенциала роста именно дельтам. И повторяю, я чередую на каждой новой тренировке разный тип тренинга. Следующее, о чем я вам постоянно говорил, но здесь расскажу особенно, это, вы знаете, я общаюсь со многими ведущими атлетами в нашем виде спорта, со многими профессионалами уровня Олимпии. Один Густаво Баделл, что стоит человек два раза приходивший, третий на конкурсе Мистер Олимпия. А про другие соревнования, так я вообще не говорю, сколько атлетов у меня в знакомых и в друзьях. Так вот, друзья, посоветовали мне сделать следующее. Раньше, когда я использовал гормон роста, я ставил его под кожу. Как, в принципе, большинство из нас и делает, кто использует гормон роста. Но мне посоветовали ставить его непосредственно в мышцу. Естественно, конечно же, инсулиновым шприцом. И что я и стал делать? Ставил в каждый отдельный пучок дельты гормон роста. Не под кожу, а именно в саму мышцу. Как это сказалось, вы видите, теперь все хейтеры и тролли считают, что у меня в дельтах синтол. Но, как вы понимаете и как вы видите, адекватные люди, никакого синтола в дельтах нет. Просто грамотный подход к тренингу, обоснованный подход к тренингу, периодизация, восстановление. И, естественно, специализация на дельты и снижение нагрузки на другие крупные мышечные группы, такие как спина и ноги. Но я не буду отрицать, что и фармакология здесь сыграла тоже свою роль. Но ни в коем случае я никогда не употреблял, не употребляю и не буду употреблять синтол и подобные вещества. Просто со спортом, с тренировками это не имеет никакого соприкосновения. Я не вижу смысла в этом. Я не знаю, как должно измениться мое сознание, чтобы я стал использовать подобные препараты. И сейчас я даже не говорю о опасности для организма. Нет, я говорю чисто о эстетической точке зрения и о моей любви ворочать железки. Потому что, как я уже говорил, я большую часть, основную часть своего стажа тренируюсь в натураху. И мне не важно, будет фармакология, будет питание, тяжелые или комфортные условия в жизни. Мне нужно ворочать железки, как дышать, как чистить зубы, как заниматься любовью, как кушать. Вот почему люди, которые постоянно тренируются, не бросают, очень их мало. Лично я не знаю ни одного человека, кто бы начинал со мной на любом из этапов тренинга тренироваться и тренировался бы сейчас. Все нашли отговорки. Кто в семье, кто в работе, кто просто в том, чтобы, не важно, найти отмазку, чтобы не тренироваться. Все мы прекрасно знаем, что кто хочет, кто стремится, тот находит возможности. Кто не хочет, тот находит отмазки, отговорки и причины. Так что, друзья, следите за тем, какую информацию вы воспринимаете. Читайте, изучайте любую возможную информацию, особенно если вы доверяете человеку. А больше всего черпайте информацию из учебников. Самый лучший учебник, о котором я говорил, который я когда-либо читал, так и называется. Спортивная анатомия. И, возможно, название и автора я дам в описании к этому ролику. Если у вас остались какие-то вопросы, и если вы хотите получить Лексус, приезжайте, я жду вас всех во Флориде. Обязательно сходим в мой тренажерный зал, потренируемся. И, как всегда, всем силой и сухой мышечной массы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз-таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok